В годах долго забрали. Вот это выглядит вообще отлично. Парные топорики, шифты. Вспоминаем, как доджить в этой игре и поехали. Я спутал с Raven's Bound. Приколада в том, что Raven's Watch еще не выше, он выйдет завтра. Так, а с чего мы начинаем? С какой локации? Давайте, наверное, с первой, типа. Идем в гробницу вихрей, погнали. В этот раз постараюсь не набирать проклятий. Потому что босс накачивался просто безумно сильно от всех этих проклятий. Вот, и мне не понравилось. Может быть, желтый лагерь зачистить. Это он не котейка, он пёся же. Наш персонаж пёся. В смысле? Вот, короче, бафы на врагов оказались слишком жесткими. Видимо. Хотя, может быть, просто сам в себе босс растет сильно. Вижу топоры, просто закликивание врага. Топоры прям жесткое закликивание. В топоры на самом деле надо пробовать играть в ошеломление. Помните, у меня уже был один билд на ошеломление? Потому что по кмм прям хорошо. Так, сейчас. Я на том же еду выбираю. Мы же здесь никуда не торопимся. Базовые частицы, поехали. Оброчи, постараюсь врагам не накачивать хп и урон в этот раз. Вот, я так подумал. Решил, что мы будем себя меньше качать, но зато хотя бы враги не будут. Вот. так вот это явно должна была локация стать бесплатной короче с топорами прям хорошо ошеломление стакается очень легко поэтому я бы на топорах попробовал билд на ошеломление просто легко очень чередовать мощные атаки обычно в принципе видите мощные не сильно то отличаются от обычных они выглядят примерно одинаково смотрим первое мощность эффектов хорошие парные топоры прям вот так вот вот так вот сходу 14 урона звучит отлично чайка реликвия за кого за этого дака у которого сложно будет их открывать стартовую манну сейчас хоть где-то надо брать наверное давайте наверно все-таки с маны начнем с разными пары сразу не уману убежали дальше строить чисто в этот раз осторожно то есть до этого я не брезгал пятью процентами хп и урона у врагов я думал дачу это же фигня какая-то 5 процентов вообще какой-то посос а сейчас я передумал уже фанули да уже рифан я решил долго не затягивать с игрой которая в которой нету русского которая явно очень геймплейная такая вообще просто нишевая смысл просто к тянуть и играть в игру которую не очень-то хочется играть смысл да боже мой шоя банджей каких-то урон получаю есть броня нужно 0 это прям пасос полный он за четверку что такое при всплеске идеальная защита наклада сущая эффект на блин 14 брони за 4 манны то это придумал как это может быть серебряным предметом может быть случайный эффект сильнее чем к чем я думаю но кажется мне кажется первые цифры пассивной брони выглядят круче и нужнее денег у меня нет чтобы с у случайного торговца бахнуть ничего не лучи вот этих базовых лагерей сделали повыше россии то демку не скачать какой демк митюр мейкер она не да она не в демке она релизилась я купил за 1200 рублей но не рублей а лир но в россии она недоступна не знаю демка была доступна или нет нибудь играл в демке в митвер мейкер он 50 врагов атаками в крючке наконец-то я это сделал нужно больше не париться частицы сундуке начертана удача деньги или предвидение предвидение можно манну вырылить или оружие броню поэтому лучше пока не буду наверное просто деньги возьму на стартовые хоть какие-то здесь поблизости был ворон да и эта игра тоже не даем так может быть лагерь побольше зачистить с этими бомжами все серебряные мобы с них падают нет ли нет кстати бронзовые надо блин заучить с кого какие предметы падают вот мне нужно сейчас предметы на ошеломление возможно они падают из этих ударов удача обычная витр закажет 20 монет в распоряжении удача увеличивается при получении урона вы ослабляете врага вот эта броня крутая вот это выглядит интересно и за каждые 20 сколько монет надо чтобы это поюзать это охренеть как ты удача сама по себе как бесполезная место стас ддд2 мне кажется больше нет не знаю я не вижу особой пользы в использовании удачи честно говоря все стиль с три года по зашелом не не пошел как а вот именно я мне она и не нужна у это что такое его ветерах награда можешь стать мелодика стану сною сноют межзубатых скалы проникнет в каждую рассели но может стать другом к моряки разворачивают бруса чтобы поймать его и вернуться домой говорят однажды свалипове повели повели своему ветру подняться подхватить его народ и унести в неизведанный мир высшая шансы падения хороших карт хорошо спасибо за информацию потому что в игре про и про удачу нигде ничего не написано это во-первых во-вторых мы видели при специальные предметы типа нового оружия на которых написано если у вас высокие удачи у вас есть то-то-то ну если повысят шанс на карты ну не знаю мне 5 процентов удачи вместо единиц хорошо хорошо ваши атаки ослабляют врагов с кровотечением вот бы научиться накладывать врагам кровотечения или просто добавить себе 10 процентов урона тирой частиц пять раз но скоро потому что золот фармить сложно один квест на босс дающие 100 монет ну и покупкой да особенно если не за человека играешь что эта сумочка такая себе 75 150 200 ну 250 монет хорошая карта на если она выпадет хоть когда-то пола что здесь такое интересное мне прям прям просто интересно что тролль живет кажется я не видел такого ни разу то что это просто лагерь разбойных номера лагерь разбойников а гоблинцы здесь просто он на минимапе тип не отображается такой а чё же игра все-таки зацепила до игра понравилась вышла играться сдать или dvd где нужны базы строить ты не будешь не играет видел зеро видел играл в нее 10 минут назад поиграл в нее 40 минут и вернул за нее деньги потому что товар куплен по ошибке вообще могли бы связаться и всем dvd шаром скинуть ключ я конечно не dvd шар но когда не но могли бы они скинули что и пошли как так да игра дешевая очень 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 ни о чем ну а вот а будет норм изгнание кошмара команда dvd прокает просто по давали бы восклицательный знак когда двд двд либо просто на второй сложность нет я еще на 1 1 пока не прошел вчера где-то часов 7 наиграл и пока убили только ну поубивали всех боссов но было очень короче все оказалось очень сложным после первого после первого после второго и после второго уже умирал блин до хрена раз чтобы не блин и мне точно сюда тоже честно говоря я думаю что еще спросу сдохнули блин проклятие купить бешу наверное колдун проклятие казалось бы них два удара видимо да там них надо было убить тяжко еще одну ненависть бахнуть наверное нет я буду гораздо осторожнее относиться теперь к сундукам равенбонд больше чем meter maker да как минимум тушит рогалик да сейчас еще будем хиляться в городе судя по всему дверь на выбор только после первого убийства предательница стали это была рандомная дверь знаешь это прикольно я бы не не отказался от того чтобы дверь была рандомная не хочу выбирать я вообще не хочу выбирать то куда я иду я не знаю почему они стали не рандом я был бы гораздо более доволен если бы было все как ты пишешь я знаю типа я 8 часов отыграл это понятно что за каждую карту враги получают плюс 5 это жестко ну как оказалось это жестко я думал что не так жестко оказалось жестко хелиться мне пока не буду я думаю лагерь бомжей еще защищу хотя я бы лучше какой-нибудь более крутой лагерь зачистил типа желтый хоть 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 чего-нибудь желтый хоть как-нибудь не увидел его дурацким мячом тыкалкой он любил настроение в игре конечно супер важно знать с кого какие типа осколки падают шансы крит удара временное здоровье начнем с крита наверное все первый замок первый замок ну погнали наверно босса видела на похилить и босса бить хочу в этот раз попробовать вот вообще без просто без ненависти либо начну накачивать ненависть тогда когда мы начнем выбивать с врагов золотые осколки то есть вот я немного переосмыслил да как как и когда нужно тратить ненависть ненависть надо собирать получать только тогда когда ты уже берешь золотые осколки например за золотые осколки можно получить заточку плюс 30 процентов урона да 30 процентов урона ну скорее всего будет сильнее чем 5 процентов урона врагу и 5 процентов хп врагу вот короче я примерно вот так это переосмыслил и да блин а может быть в пределах разума 5-6 раз я их вчера когда играл раз по 20 набирал ненависть то есть прям вот в полноценный хардкор выходил и понял вот что да это это жестко блин честно говоря хочу босса убить попробовать вообще не тратя сейчас деньги на хилл не убью так не убью начнем заново чтобы девашь броня у меня есть типа оружие есть тебе это первый забег разминочный унивэй да и предметы мне такие себе выпали ударился башкой просто от брони вообще не ощутил уверенность что-то графонисто для рогалика вот потому что такой вот особый рогалик попытка сделать качественный графонистое роглайк благословление эллирина стоп а чтобы попасть к предательнице надо всего лишь трех убить они они пятерых а вот почему третий для нас всегда был таким сильным ну что третий это практически последний ах как больно ух давай ошеломление нет недостаточно хорош not good enough для 139 хп на мой сюжет тем что он раньше так я не понял почему пишут босс убить по истечении 30 минут к его первых нас 20 старта забега вот это я тоже не понял мы вчера играли я такой типа чего почему зачем блин ну хорошая хороший забег был 915 nice nice вы не получаете броню однако здоровье увеличится на 2 процента за каждый день с урона оружием блин и правда звучит жестоко я такой я этот перк не пока не качал он выглядит очень сильно круто круто ойс ойс попробуем откроем при активной ярости продолжительность идеального уклонения увеличивается на 50 попробуем всякое разное потом поиграем spirit fall прикольная игрушка я видел ее усилерить и чуть-чуть выглядит правда ничего так может кратко по сюжету объяснить как оригинальность в игре объяснена оригинальность плане чего геймплей на или парные мечи ни разу ими не играл кстати топоры на оглушение сейчас тоже пытался потрате потратить сюжет игры нам надо сейчас попробовать парные мечи потому что я ни разу не играл сюжет игры типа существовали какие-то шесть богов одна из них оказалась предательницей решила пойти против своих друзей соответственно вот она была очень сильной и поэтому смогла их победить заточить их души вот и править этим миром других богов был вот мы мы являемся каким-то вороном который как бы слуга этих других богов или кого-то или кого-то из людей я до конца так не понял и короче пытаемся вот отомстить предательницы как-то так урон оружие двуручный рожденный в крови человек за сброшенную карту так двуручные кровавая ярость урон оружием за каждое потерянное очко здоровья процентный урон оружием кстати для двуруха звучит круто реиграбельность парные мечи пробуем активная ярость повышает шанс крит удара понял все поехали и 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 он и и и и вот я пока тоже радуюсь то что есть всякое бюлды строение интересненько разное разное дураки тоже шеломляют хорошо как топоры или нет тебя враг легоси за наследника играешь а тут условности кому не знаю погиб и тебя возродили вороном ты не справился но ты бессмертный черпаешь выбираешь какой-то сосуд да ты выбираешь типа сосуда ты на самом деле ты играешь не вот за него типа зовут этого ворона который вселяется в сосуду видеть человека оленей или волка и играешь честно говоря я бы пошел куда-нибудь травяную лопу туда где есть плюс хп но не пойду мечи дуру чем меньше вы медленные вот бы это где-то писалось типа полоска оглушения там не знаю так здорово есть драгуги сразу желтые я думаю я на них палец лицо потеряю до 3 штуки думаю что потеряю не хочу тролль роль довольно легкий можно попробовать тролля сразу побить если он один бахнуть по дороге тролля с дубиной до тролль лизия должен быть дубина кстати самый пол хотя вон нет самый худший тролль с мечи с мечом по моему вау 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 кстати даже не больно бьет смотришь у меня 0 брони по идее и и и и и и и и и 50 хп за битву с троллем пойдет одна бомбом бомжатская бронзовая частица ей стоило ли оно того нет однозначно нет где мы все-таки серебряные золотые частицы и враги начнут появляться только после 2 3 2 точно 3 что дир герал да это козочка гань гань и получается на прикол в том что я был тролли то что с него ледяной осколок выпал ну что хорошо в ледяных осколков ошеломления как раз там может прикольно ошеломление выпасть и я помню там еще падает броня броня как же называется короче количество счета вот еще выпадает прости опыт за весь не получаешь получаешь осколки осколки превращаешь карты как превращаешь в свой клип красные глаза в ночи победить у тулаги наши у тулаги это мы можем чем прям тут не вижу где они и не прогрузились что он вернемся потом может появится тем сбросим как мегамейн ты можешь на любого босса пойти ну вот видишь чел в чате пишет что первый раз когда убиваешь предательницу тебе открывается возможность выбрать то куда ты хочешь идти а у нас почему-то уже открылось несмотря на то что я не убивал финального босса вот но по идее должны рандомить не знаю я бы я бы был супер доволен если бы рандомились локации ну это же рогалик ну рандомьтесь вы ну ненавижу когда ты можешь сам выбрать куда идти это это вот наследие децелза вот просто вот наследие децелза ненавижу худшее что можно придумать врага лики это не рандомность блин локации говно мячи более-менее вроде бы подстанивают это релиз да и графа в полноценном релизе сейчас находится манте ледника идеальная защита замораживает ну как же это дорого убал так ладно не это бронзовые мечи я начну с ключа один из самых крутых стартовых предметов несмотря на то что мы на олене у которого как бы бесконечная манна так лока же 1 лока 1 гигантская но они все равно отличаются между собой на разных локациях разные монстры поэтому нет лока как бы ни одна локации 5 и на разных локах разные монстр с них выпадают разные частицы за разные частицы дают разные бонусы мир пустоват большое открытое пространство пусто ну это правда но это же не опыт ворлд арпиджи это жиро галек я видел что люди в принципе жаловались что непонятно чё делать куда идти что это вообще такое что происходит хотя на самом деле все здесь все те же инфа вот на экране беги просто по квесту видел стиме такие отзывы предвидение мы пока что поюзали один ключ можно второй ключ взять и у нас будет сто процентов бесконечная манна ну наверное нет я пока возьму его на не буду юзать подожду посмотрю что интересного еще придет монстров одинаково я лети куда хочешь бей кого хочешь нет я начинал с локации с древесной да да с древесной локации пошел на красную на красный лагерь мобов и там был мини босс которому я наносил примерно 0 урона также я ходил на красную локацию с магами и я им наносил примерно 0 урона на нулевом уровне без абсолютно без обивок вот зато бежав сюда и вот придя к троллю я его легко убил потому что ну как минимум потому что роль легкие но вы видели я ему урон более-менее наносил обычным оба мне поэтому говорить что и локации плюс-минус одинаковые я бы так не сказал не совсем а потом после кое-что карты в когда в конце все равно получишь ключ может быть отжал блин парирование отжал блин зачем на это целый мир не понимаю потому что разраб решили вот так вот сделать блин можно еще ячейку ячейка 50 тех можно будет ячейку предвидением попробовать достать в принципе тоже неплохо где потому что разработчики такую игру сделать на смысле они пробуют всякое почему почему нет же неплохо 30 процентов кроме от оружия звучит потому что игры бывают разные разработчики пробуют особенно индера за это явно какой-то инди разраб это невозможно назвать 3 по игрой конечно не знаю сколько денег не было вложено я абсолютно не видел никакой рекламной кампании поэтому сомневаюсь что не были вложены какие-то деньги большие небольшие да неважно вот они в играй индюшка индюшкой тем более рогалики обычно они такие я не могу найти последний лагерь в котором бесплатный вот их точно должно быть три может быть вот этот ну да открытый мир красивый прикольно по нему вот это вот летать на этом я тоже думаю что может быть пещера может быть вот они нет и у них явно явно красная все светится может быть где-то на горе вот он последний лагерь да блин тварь чё два лагеря что просто большой он 100 хп удобно можно будет прохилить все с громила начал f так ну хотя бы 33 брони из 5 урона оружия конечно хорошо но может быть добра не стала поюзать этот предвидением теперь очистить стресс пяти раз ну силы монстров смотри опять же я говорю это я че я пытался красные желтые лагеря ну именно красные лагеря и вот я наткнулся на очень сильных врагов если здесь наткнусь на красный лагеря с магами возможно произойдет уже стоп он еще сундук такой же бесплатно возможно будет тоже самое возможно они тоже будут жесткими для меня когда у тебя хотя бы нету стартового как же клинки рубят как же клинки рубят все таки всегда 4 что ли получается монетки блин броня тоже прикольно но монетки я их же наверное попробую предвидением вернуть горный козлик надеюсь мобы в этом в лай в этом лагере откатились еще тролль хочу ли я попробовать еще тролля убить все-таки синий этот я могу как бы не не хочу слишком долго и но враги появились nice скрой пиццы в этот раз начать а о мячи ну плюс 5 урона конечно не очень много или пак сейк он давайте вот что мечи предвидения осколок манны повезло хотя мне не супер сильно нужны были осколки мы сейчас пойдет так я все еще не набрал ярость мне нужно еще разок активировать частицы на через сундук и это делать не хочу 3 манны за 0 неплохо типа у меня же там был выбор в 2 манны в том числе если вспомнить о чем суть игры здорово суть игры как обычно ее пройти это рогалик у нас есть 5 боссов разных 5 локаций но убить нам я так понял нужно 3 здесь есть типа такой открытый мир рогалик в открытом мире на самом деле он очень линейный как бы можешь летать и убивать все что движется ты будешь набирать силу врагам а это значит что ты сдохнешь и ул дай в чем принципе вся суть рогаликов юбил дай я бы блин желтую локу за чихать вот сюда вот вот с новыми хренеть ты рубишь 20 хп на босса между прочим вон от хекс ошеломляющий удар давай ошеломляющий удар и он периодически юзу сейчас на мечах всего я чувствую как ненависть приникает в себя я не хочу качать дальше эту ненависть лутать как я обычно это делал идем к боссу я заряженка у мечей он вот он из земли бьет скажем так она не такая быстрая как у топоров топоров ошеломление это прям супер билд какой-то нужно ли убить босса без прокачки ведь как я поняту система да можно конечно можно если ты самый хардкорный игрок dark souls ever уклоняйся и не получаю урон ну а еще босс даме жесткий дом сложно от них конец только меч и читы избивают не знаю а подожди ты про заряжен q они просто по ней просто пропакаем я этого не делаю зел хот видишь у меня у меня друг по сравнению со вчерашним днем меня абсолютно другая тактика игру сейчас чтоб я точно пришел на заряжен к вот такая есть еще заряжен к быстрого удара но так не люблю эти заряженные атаки вот если бы на заряженные атаки у них были хоть какие-то бонусы я бы это и узел а так я наверно буду сейчас shift пока им shift пока им shift пока им и встану его уводить потому что у нас плюс 60 процентов ошеломления на пассивку там было к приветствую ну топорах конечно попроще было кирасе его быстро вывел бонус босс убит поистечет а какие поистечет да не прошло те 50 минут 30 минут я за спидране вот волков смысле вся 30 вот это самая странная хрень которая здесь есть в этой игре да я согласен с чем который об этом писал остановить нашу сестру вас не выглядит сложно да до тех пор пока это не третий босс с каждым убийством у тебя я тебе тут я надо убить трех боссов и финального первый легкий второй средний третий прям вообще ломает тебе лицо по 30 по 30 процентов хп отнимает медленно вернуты снова обретешь прежнюю силу первый раз точку получил почему-то хотя я уже посадил эту логу и точно ненависти больше нет я хочу туда где дают макс хп наверное или туда где дают чисто понятия не имею куда я хочу мы неверный перевод и вообще таймер нигде не идет типа нельзя посмотреть сколько ты уже в этом забеге все фрид почувствовал наше прибытие ага почему гагашка козел потому что раз такая еще не нравится козла девочки ты что не любишь козлы с геншина что ли ау какая-нибудь суккурка, молчал бы в тряпочку поехали с десяти раз что если я начну следовать указаниям сюжета они бегать и собирать проклятие по всем локом игра которая станет попроще, да? потому что вначале я прям вот наслаждался открытым миром и возможностью убить кучу мобов хоть враг и становился сильнее ну я такой думал, ну что я лох что ли, я же тоже становлюсь сильнее, не только враг, да? мне даже казалось враг становился более сильнее чем я поэтому как я уже сказал самая лучшая тактика сейчас это вначале не набирать ярость а потом вот когда уже золотые бонусы пойдут, вот тогда можно шанс крита, блин, мне вот эта вот фигурка охотника очень нравится, вампирку дает в чем прикол брони, драгугов на 100% удара, типа грозой драгугов становишься и все да, это абсолютно отстойные куски бронь я бы очень хотел, чтобы их не существовало, этих кусков этой брони или чтобы их можно было отключить разрабы придумали какое-то говно, я не знаю зачем они это сделали могли придумать много уникальных бронек, которые делают разные, которые дают разные типы эффектов в разных ситуациях, а придумали это интересно чего серебряно где наш сундук где-то он там наверху был по моему задание на убийстве прыжки выполнена сегодня я понятия не имею где находится сундук считает долбаный дождь это рейд детский и грашеном спасибо большущая зареет привет и привет и всем как ваши делишки как ваш хавана sds поиграли надеюсь больше без вылетов чего тебя там вырубался интернет свет не знаю я помню у тебя там неполадки какие-то были привет и привет и здрасте здрасте рейдером мы играем тоже в рогалик 3d шный рогалик с открытым миром возможно вы его видели или слышали он относительно новый вышел буквально что-то типа несколько дней 545 дней назад я вначале очень сомневался в том поиграть или нет но чатик как бы спрашивал просил убедил и я решил все-таки дать этой игру хи шанс с учетом того что у нее были смешанные отзывы в стиме и вот вчера засев в нее с утра я играл в нее 8 часов мне понравилось я ни разу не прошел она сложно у тебя follower режим не должен быть не должен быть щас проверим подожди а может быть одна минута отключим боты бывают периодически ссоре спасибо что напомнила спасибо что сказала перед рейдами обязательно надо выключать я вчера сам передел дима бэйл и у него тоже фолловер мод и ему тоже говорю у тебя фоу мод он такой ну бывает типа боты приходят в его вижу 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 все спасибо что сказала спасибо что напомнила про фоу мод да бывают же эти причем эти полит боты из-за них я ставил фоллоу и забыл его выключить обычно я ненавижу фоллоу мод выключать вот спасибо спасибо за рейд вижу вижу рейдеров здрасте здрасте всем помимо рейда сделаем тебе shout out shout out как он там правильно пишется я все сам ручками обычно прописываю чатик тоже обязательно проходите к мая на канал посмотрите за фоллоу здесь у нее игровой контент тоже и новинки и рогалики индюшатинка всякая в том числе присутствует вот а для тех кто итог присоединился до расскажу немножко игра очень странная в начале кажется потому что здесь собираешь какие-то карты убивая врагов вот я открыл сундук и мне дали карту да мы сразу использовали потому что это монетки они в любом случае нужны и убивая врагов собираешь с них специальные осколки душ вот они их можно увидеть снизу справа вот собирая их мы открываем эти карты тем самым усилим своего персонажа вот а сейчас мне надо куда-то 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 на ворона вчерашнего дня фау мотос я не люблю фау моду он у меня на самом деле уже где-то больше недели стоит я просто забыл его выключить я ненавижу фау моды но политботы реально достали отвратительно просто приходят и разжигают вражду шить такое это хлеб прикольно вот тролли тролли это нам надо чая попозже чем троллю бьет похоже на хлебов и тюре нет тут не олень тут три раз пёс человек и лень я я ведь так ты будешь еще два раза бить будешь лишь просто выучил атаки этих мокцов не или разговаривать я понял ну йог ау вот от первой атаки никогда его уклониться не могу возможно тайминги нужны другие не знаю вот такая боевочка она kind of souls лайковая то есть есть фрейм и неуязвимости можно в тайминг уклониться получаешь от этого усиления вот так что игру довольно прикольно и сложное что самое жесткое несмотря на то что очень много хорошо играю в рогалики люблю рогалики это я пока пройти не смог да может быть не знаю пока нет сегодня ну что жду ключ на рейвенз в очень другой рогалика пока что пытаюсь пройти этот а может краба пришлют хочу я запрошу краба я на очень хочет чтобы я поиграл в краб гейм подожди краб краб рэйв нет я краб чемпионс она называется нет на нее ключи к сожалению не раздают это шутан про краба очень странно а только вышивали дэма ждала как только увидим не очень понравилось это игруха уже полностью вышла о древесные дриады надеюсь них еще и сундук я очень хочу их убить потому что с них падают крутые бонусы пойдем их побьем вот от этой штуки ядовитые мины наверно стоит отпрыгивать так она одна или несколько я останется да не станется как и тима бы собственно опять класс жесткие соточка с них падают крутые частицы надо открывать прикольно мощности фи а ну да с них как раз падают предметы на эффекты например кровоток прикрытия и броня как жаль что мне это не выпадало когда я реально хотел играть в кровоток как билд и шанс плюс 30 пока ярость блин попозже они сейчас не голоден я вижу сейчас минуту и 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 это хорошо то что то насколько здесь конечно знать с каких мобов что падает для построения билда это это жестко блин а где мы разлом собственно зачистили а то я уже от того места похода отбежал и понятия не имею где она наверное вот разлом был на спиртфол вроде плохой рогалик вышел на английском но это не проблема смысле нету идеального уклонения для докторе шанса где мы идеально уклонение вот она как учителя бы добил стала блин у меня манны просто миллиард вообще сейчас манны не нужно коль на рогальке будет 13 апреля трините фьюжн 25 автор и меч не супер сейчас слежу за тем какие прям новые выходят но лучше напомните когда они входят что не слышал не помню таких штангах давно играл на бейду это ты к тому что я парировать разучился или что такого этих работяг просто лагеря у них нет никакого никакой халявки этот лагерь я зачистил там был тролль что еще должен быть как минимум еще один лагерь в котором которым я могу найти халявный предмет вроде как их по 4 должно быть этот не светится это дрова городские тоже вроде не светится чат признавайтесь где спрятали лагерь с халявкой вот он нашел еще может быть их даже 5 тех за так как почему я цежу кнопка спешится с ворона и страшным что поменять уже парирование против чуваков прыгающих конечно тем тот вы же автор смотрите обнову в лимбусе возможно не обещаю но может быть чертой парни крит урон плюс сто это вот с обычных мобов падает ума и это нам надо хотя уже везем предвидения попорики а деньги есть 150 пойдет ряд вокруг не видно по форме вы их может по форме бы фигня какая по точку берем жить пока не буду юзать я бы оружие получше поискал че ты за куманка вообще да я может теплю попробую оружие устранствующего торговца за сотку монет вен будет сюда я знаю что он будет или он сложный он любит вами но я знаю это первый типа сложный ивент игре из кусочки есть полный так я знаю ребят я знаю полных шаров пока что не существует они будут после того как мы первого босса объем мне кажется и правда можно удобно спешиваться проходил вообще до карта оружия давай чем две леги на из 29 урона хорошо сразу юзаем смысле большую ценю сразу юзаем сразу заточку на 31 отлично вот только десятку теперь я возможно потрачу на хил цен дойдем до финального босса должны все не надо пройти игру я стрим вчера не получалось сегодня я когда меняю меняю тактику потому что вчера я изучал и и убивал все что движется и набирал миллионы проклятий в этот раз я проклятия буду набирать только чуть-чуть на следующие локи когда мы уже будем золотые шары как раз полноценно я же только что об этом говорил что полные золотые шары я буду тратить и использовать тогда когда пропавшие исследователи исследователи окей мирный квас здесь никого не надо убивать или на него сейчас нападут слава богу мой друг в безопасности но как можно было меня бросить секунду назад меня загнали в угол и вдруг я уже стою в одиночестве если бы не бабушки на берег от мертвых быть мне сейчас среди них вот только там он и остался пожалуйста помоги мне его вернуть иначе мне конец понятно нет здесь все таки надо драться не хочет ставиться хочу убить вначале вот этого быстренько хорошо кого-то первый есть урон прямо очень вырос за счет легендарной кушке не верен надо ли мне что-то с другов я думаю пора уже серебряные частицы собирать она бронзовый болт забивать да с дуалами очень жесткие я на них тоже попадался так что просто сбивают тебя мандрят вижу здесь она там 1 2 они они же наверно пойдешь всегда под на них умер ловец да в смысле да боже мой а лёж какая жесть просто я так сейчас и сдохнуть могу ну конечно я тебя вытащил в этот ну вот ну вот ну бред ну какой я готов помирать мне вообще насрать это 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 такой бред просто типа чего просто просто она ушла со своего спавна потому что ей очень этого захотелось деньги плиз 300 урона по ошеломленного давай я все равно бью пока я маме стараюсь ошеломляет жаль что у меня нету топора жаль что это меча нету пары надеюсь чутка подглядел забыл я минут десять посмотрел чуть-чуть так что нет но я переосмыслил в принципе весь вчерашний геймплей потому что я пытался с я очень много ярости на врагу с но она на стаке волны вешал сегодня я так не делал сегодня я так не делал сегодня я так не делал жизнь как же нужны деньги и и и и и и скорее всего если я сейчас не смогу нормально подхилиться я как бы есть еще дриады мне сейчас на самом деле не дриады даже нужны мне сейчас нужны обычные враги которые с которых я просто деньги найду мне кажется нужно даже он магов поубивать как смысле почему ты не можешь отпрыгнуть нормально лучше без бомжами пошел драться что-то ты атаки на два раза отпрыгивать он сам себя застанет какой возможно что бежlü а и и он бить магов было ошибкой у дагов обычных у меня броня на кого кстати ноутлагов до их и надо бить не бомжи мне вещь много урона не нанесут потому что я просто броню латая после первой тычки от них отзывы игры плохие если корешно норме я верю твое мне ничего людям так не нравится поговаривают про во первых вылеты у меня вчера вылетела три раза возможно частично они что-то и пофиксили ну да вылеты есть вторых я так жалуется на однотипность где-то в комментах я еще видел люди не понимают что в ней делать надо быть они ждали я не знаю open world rpg а получили органик такие типа как что это и как в это играть это нехилка к сожалению никакая сундук тоже не хочу лучше буду частиц собирать играл катана зеро как она тебе на разочек в целом неплохо на разочек помню 8 часовой забег вылетала 1 20 да у меня мало ну наверное это зависит от видео ухи или то есть что я блин заставил чувствую лучшими быстрыми ударами драться они мощными на ошеломлении деньги пожалуйста эпохи или просто хилку осторожней сосуд твоя хребкая оболочка может не выдержать да 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 я понял я понял 0 монет было заранее брать хилку пока была возможность слишком короткая вообще все 360 рублей стоит не знаю уже или нет смысле нужна игра как игра ну на разок пройти нормально я не помню что за 10 наверно проходят кому-то понравится это такая перфекционистская игра в которой можно идеально пройти каждый уровень быстро на скорость там короче всех круто красиво убить продумать скажи каждое идеальное убийство ну катана понравится тем кому в целом нравился как он называется деволверовский неоновый хатлайн майами да мне хоть войны мне очень хорошо и катана для меня тоже была довольно однообразной игрой деньги пожалуйста или просто про хилл план пойдем умирать на боссе я заодно покушаю те не вижу смысла дальше копить ярость 88 хп ну что поделаешь на не смог свою экономику нормально выстроить одну хилку я пропустил вместо хилки я не помню что взял надо было брать еще плохо от тела так заряжена пробивает блок сругов не бывает денег только в смысле я почти уверен что бывают если не бывают что поделаешь вороны можем лететь на любой бой какой хотим данная но смотри видишь красные зоны значит что лагерь полон ненависти это копишь ненависть это полоска снизу там где на у нас а там где мы набираем осколки враги будут становиться сильнее зачастить скрыто не бывает денег ладно запомним вчера я на этот момент не обратил внимание заметил что за частицы бывает дешевая бюджетная за 0 которая дает 2 это я заметила вот то что не бывает денег пока я даже и не понял в горшках монеты пособирать еще искать эти горшки будут вот это у нас с ним тут крути в очки охренеть просто а да сдохли уже ну блин и почти же почти почти хороший хороший был забег нет кроме того что я пришел на сюда на восьмидесяти хп ау так все сейчас вернусь пойду себе покушать принесу